Менгушские леса занимают четвертую часть республики. 842 квадратных километра растительного покрова, которые являются домом для сотен разновидностей животных. И все они могут оказаться на грани исчезновения из-за пожаров. Чтобы предотвратить риск поджога, Минприрода ежемесячно проводит противопожарные мероприятия. Например, сейчас делят территорию на минерализованные полосы. Они не дают огню перекинуться дальше на лесной массив. Обшая протяженность в Ундинском 18 километров, на Верановском 12 километров. Также нами делаются дороги противопожарного назначения. Тоже мы частично выполнили эти работы. Осталось у нас, наверное, процентов 40 всех работ, которые мы должны сделать до конца года. В общем, мы справляемся. У нас есть и силы, и средства, чтобы не допустить пожары в наших лесах. В эффективности этих мер экологи убеждались не разу. Прочищенные дороги позволяют мобильным группам добираться до места возгорания. Они беспрепятственно убирают ветки сухих деревьев, которые могут легко загореться. Каждый лесной участок патрулируется лесничьими, которые вооружились целым набором противопожарных средств. Вер и пенообразователь. Вот этот элемент вставляется вот сюда. А что, это хипоцинди от бочки. И заводишь его от мотора, и пену он образует. И тушит пожар. Это ранцы. Заполняем и уходим в лес. Тоже тушим пожар этими. Последний пожар в лесах Ингушетти вспыхивал два года назад. Тогда погибло полтора гектара растительного покрова. Свести такие случаи на нет удалось благодаря реализации нацпроекта «Экология». У нас на сегодняшний день оснащение уже свыше 80%. И на этот год у нас тоже запланирована закупка лесопожарной техники. Я думаю, что к следующему году мы уже на 100% по оснащению выйдем. У нас есть и грузовые автомобили повышенной проходимости лесопожарной. И есть противопожарные модули на базе УАЗа Патриот и УАЗ Буханка. В дальнейшем в Минприроды планируют открыть в регионе две станции на базе лесопожарных центров в Сунжинском и Назрановском районах. Причины всех возгораний в лесных массивах республики, как отмечают в Министерстве, это халатность жителей. Ни одного случая природного пожара у нас не зафиксировано. Просьба к населению, к людям, чтобы относились к пожарам с большой осторожностью. Если бы вы знали, какие вы нам делаете хорошие услуги, не допуская этих пожаров. Экологи не устают напоминать жителям о мерах безопасности на пикниках. Вот только большого результата, судя по всему, можно добиться не профилактическими беседами, а наказанием рублем, что предусмотрено законом. Дилимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.